Ветер перемен В переводе с греческого, как я выяснила, харизма означает милость, дар. И такими известными историческими харизматиками являются основатели религий Будда, Моисей, Христос. Ну, коль это дар, то будем считать, что этим людям он был дан свыше и в полной мере. Однако исследователь феномена харизмы Лаура Роуз выяснила, что оказывается в каждом из нас внутри есть некие такие зерна, предпосылки для развития харизмы. Тогда возникает вопрос, что конкретно надо развивать? И перелистывая страницы интернета, что большое количество авторов в основном выявляют у известных харизматиков, каковыми являлись многие руководители, политические лидеры, какие-то внешние признаки и дают рекомендации по их развитию. Однако мы же понимаем, что такие внешние признаки, они всегда базируются на каком-то внутреннем фундаменте, на каких-то внутренних убеждениях и, я бы сказала, свойствах мышления. Вот по поводу этих самых свойств мышления различные авторы уважаемых книг не сходятся во мнении, называют различные. Однако четыре я обнаружила, которые часто повторяются. И сейчас я хочу вам о них рассказать. Первая из них — это позитивизм мышления. То есть развить в себе такое свойство, видеть хорошее, позитивное в окружающих тебя событиях и людях. Одно и то же событие можно трактовать с разных сторон. Так вот, надо найти, что же в нём есть хорошего. Если это событие произошло где-то далеко, пусть оно негативное, то отличное убеждение, зато в моей семье, в моём маленьком мерке всё хорошо. И поскольку вопрос харизмы интересует меня давно, то я, естественно, что такое свойство мышления в себе уже выработала. Сколько ушло у меня на это времени, я не могу точно сказать. Но думаю, что не меньше, чем несколько месяцев. Что касается второго свойства мышления, то оно мне далось достаточно болезненно. Потому что, будучи человеком эмоциональным, ещё в юности я очень сильно переживала по поводу того, когда люди негативно оценивали мою внешность, мои действия, плоды моего труда, переживала. Но, к счастью, в тот момент у меня на пути встретился один взрослый мудрый человек, который мне сказал такую вроде бы банальную фразу, однако которая упала на уже подготовленную почву. Он сказал вот что. «На всех не угодишь». По этому поводу, кстати, знаменитый баскетбольный тренер Джон Вуден говорил так. «Мой характер важнее, чем моя репутация». Поэтому, пусть говорят, третьим свойством харизматичного мышления можно назвать увлечённость делом. Сейчас много говорят о предназначении. Так вот, известные харизматики, они нашли своё предназначение и всю жизнь пребывали в процессе выполнения этого своего предназначения. Если вы видите человека действительно живого, привлекательного, притягивающего к себе, но он не увлечён каким-то делом, это не харизма, это популярность. Он не харизматик, ибо он не творец. И ещё одно важное свойство мышления, а точнее сказать убеждение, которое очень важно в себе развить, и, как говорится, его можно развивать долго на протяжении всей жизни. Звучит оно так. Первым быть хорошо. Начинай движение навстречу первым. Заговори с человеком первым. Доверься человеку первым. Начни какое-то дело первым. Первым быть интересно, потому что ты познаёшь что-то новое впервые. Первым быть почётно, и первые лучше запоминаются. Ну, и если поразмыслить ещё глубже, то первым, по сути дела, быть выгодно. Вот они эти четыре свойства убеждения, о которых мне хотелось сегодня вам рассказать. А вот о том, как они проявляются внешне, как их нужно отследить на людях, я расскажу вам в следующий раз. Впрочем, тут, пожалуй, рассказать труднее, чем показать. И я постараюсь вам это показать. Так что, до встречи в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok